Я сегодня решил попрекаловаться с мультиком. Вот эта катушечка только что подошла. Уже кидал воблера. Здравствуйте, доброе утро, господа хорошие. Постигла катастрофа, как я вчера говорил, вот уехал с берега, приличная мультика, сплошная. Вот это все унесло. Оно с одной стороны хорошо, по игру, по которому залазить можно. Вот березка была привязана, она спасла. Кстати, я камеру набираю. Приплыло вот это дерево наклонное, без которого ровно стояло. И плюс еще приплыла здоровая природная вода. 5.20 где-то, то есть, не смотря на то, что смотрел я на сайте, на сайте и, короче, загнал. Видно, глаз залет. Ветер. Ветер из них смешилось. Ординар, короче. Куда-то пробить. Показывает сфильм фонсоров. Видите, сфильм фонсоров не оставили ни одной картину на повороте. Куда-то вон она запомнилась. Вместо сюда можно дойти. Ну реально сантилетров на 70 лучше. Мануру обкинем. Выше вот бревна. Вот это вот бревно обалдеть. Оно, конечно, хорошо, но... Все равно течение такое, что на нем никакого улова практически не возникает. Несмотря на то, что тут вот упал кусок. Он упал, его промыло и все. Было течение... Глубина была еще больше. Глубина была вот примерно так вот. Судя по тому, как вот... Вот они мокрые, то есть еще было... Крин знаю, 6 метров точно было, наверное. Ну в горах снег еще лежит, тает, поэтому... С горы-то течет. Вот ходить к нему близко опасно. Я не знаю там, как оно завалено, чтобы оно не поехало, не дай бог. Потому что тут убегать придется. Ну вот сейчас посмотрим, что это. Блесно легкое, вроде настроил. Ну нормально, без бороды. Ну конечно, скидаю на удачу. Спиннинг мягкий, блин. Перепутал удилище, взял мягкое. Одно длинное, трехметровое, жесткое. Ну... Для такого течения просто мягкое, вон оно. Оно дугой. Я его даже не тяну. Одной рукой. Вот. Сгибает его. Пытаюсь я вот подкорягу, но ничего там нет подкорягу. Ну еще разок кидаю. И иду искать на приток. Да, хорошая штука мультик. Вот одной рукой все как бы. Вот туда пойду, попробую посмотреть. Может там ямка какая-то есть, посещение послабее. Какие-нибудь... Вот веточки там торчат, конечно, рыба может стоять. Время, время пол шестого утра. Там и клёв должен быть с 6 до 7. Но... То ли они еще не рестятся, то ли хрен знает. Большая вода. Вещь такая, непредсказуемая. Куда они свалили? Может вверх ушли? Может... Еще что-то. Ну вот запуталась. Опа! Ну вот наконец-то борода. Ну... Как бы сноровка определенная должна быть. Для раскручивания борода. Вот, все. И ничего нету. Таким течением блесну просто наверх выкидывает. Если сразу не берется, но я вот пытаюсь так... как бы ее... под корягу слава, но не берет. Если и есть что-то не хочется. Надо искать прыщик, перекат. Плес, бля. Это не дело. Все. Лезем наверх. Специально глянул время. 5.43. Я сюда пришел затемно. Поэтому у меня тут вот фонарики. Ну, как бы так. По полному... По полному... Дружин. А вдруг что? Поэтому... Пришел еще... Летало. Да. Так. Все-таки в глаз он тыкается. Поэтому его сломать нельзя. Ну, ни хрена не получилось. Ну, блин, покидал один. Такой самый вероятный. Ничего не получилось. Теперь ездим в лес. Да. Вот вроде место хорошее. Вроде все сделано. Ну, ни хрена опять. Фортуна, зараза. Фортуна не в 5 лет. Я сейчас пилю кое-что. Тут еще было дерево упавшее тоже. Ой, блин. Фортуна это такая штука. Которая... Вообще... Карты скидывает как хочешь. Меняет. Позыряешься. Опа. Так. Натопся. Ой. По катагорам ночью мы тут искали. Минут 15. Не работал GPS, как всегда. Искали место. Но банка была прибитая. Нашли. О. Загорела. Странно, я ее выключал. Кто тут ее включил сам? Нашли. Так. Напарник здесь, наверное. Я так думаю. И лил под водой. Поэтому надо просушить. О, работает. Кто смотрелки, но знает, что это за штука. Охренеть ему. Комендарку. Су. Су. Костас сучит. Повесить. Вот сюда повесить. Отражать. Фольга будет. Все. Попить чай. Комендарку. Комендарку. Один. Вау. И... Стоп. Продолжение следует...